В столице Карачаево-Черкесии вспоминали почетного гражданина города Черкеска, героя социалистического труда Захара Цахилова. Человеку, который сделал многое для развития автономной области, а потом и республике, 28 мая исполнилось бы 100 лет. А дать дань уважения Захару Сосланбековичу пришли к его памятнику на территории лечебно-реабилитационного центра родственники, друзья, коллеги. Подробности в сюжете корреспондента Артур Амкце. В современный Черкесск сегодня трудно представить себе без высотных жилых домов, медико-санитарной части с новейшим оборудованием, без постоянно курсирующих по городу троллейбусов и многого другого. Люди до сих пор с теплотой и некоторой горечью вспоминают о канувших в лето химическом производственном объединении и дворце культуры химик. Оба, увы, не дотянули до столетия своего создателя, человека, сделавшего многое для развития районного, а потом и республиканского центра. Памятник Захару Засланбековичу Цахилову в настоящее время находится на территории регионального лечебно-реабилитационного центра, бывшей медико-санитарной части, также построенной по инициативе и при непосредственном участии руководителя химзавода. Во время состоявшегося здесь памятного мероприятия друзья, родственники, коллеги Захара Цахилова вспоминали, сколько всего нужного, важного было сделано благодаря ему в Черкесске. В неполные 22 года он возглавил небольшой артель в городе Черкесске. В ту пору город и область только восстанавливались после фашистской оккупации. Война еще не закончилась. Разгромленное захватчиком оборудование не полностью восстановлено. Оборудования критически не хватало. Он действительно строил садики, строил дома людям, строил, пустил троллейбус в городе. Великий он был человек. Он всю жизнь расширял и строил завод. Если на заводе работало 3000 человек, мы еще не учитываем тех людей, подрядных организаций. Треста Карачай-Черкес прям в строй. Треста Минмонтаж-Спецстрой, подразделение Снивы-Намыска. Все имели подряды на заводе, потому что постоянно Захар Алексеевич строит, развивал завод. Естественно, росли мощности, росли доходы предприятия и росли отчисления в бюджет города и в бюджет республики. Я вам могу привести такой простой пример, когда он уже после смерти сына чувствовал себя в упадке, скажем, жизненных сил. Он все равно продолжал модернизировать производство. И когда он уезжал уже на лечение в Москву, откуда он, к сожалению, не вернулся, на предприятии оставались незапущенными, но готовыми к работе цеха, готовые отвечать потребностям рынка современного. То есть человек всегда смотрел в будущее. Я уверен, что никакие преграды его не остановили. Продукция всегда конкурировала. Многие задаются вопросом, что было бы с детищами Захара Цахилова, если бы он еще несколько лет оставался у руля химзавода. Однако история не предполагается слагательного наклонения. А потому остается лишь радоваться тому, что есть. Восхищаться гением человека, отдававшего всего себя любимому делу и малой родине. Учиться на его примере. Артур Мхце, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.